Книга — это не мой учитель. Привет, я Даша. Сегодня я буду рассказывать о книге Томаса Гарди, его так же прогнозят как Харди, «Тесс из рода Дербервилли». Причитывала я её уже второй раз, первую очередь я читала, мне было лет 13-14. Позже я скажу, зачем эта информация нужна. И, кстати, она у меня очень крепко ассоциируется с песней группы Мельница, Лорд Грегори, хотя сюжет несколько отличается. Но настроение передаёт. В общем, действия происходят в итальянской эпохе, Англия, и поставим себе христианскую семью, где мама легкомысленно, отец любит что-нибудь праздновать, много детей, живут не нищие, но и не миллиардеры. И вот тот священник, начальник, хозяин семьи, глава семьи узнает, что оказывается является продолжителем древнего и знатного очень рода Дербервилли. Он возгорождается и кичится вот этим, что «ммм». Хотя, на самом деле, практической пользы от этого мы никакой, потому что от знатного рода когда-то остались только именно склепы, более ничего. Ну и всё-таки узнать, что ты из какого-то великого рода, это тешило его самолюбие. Тут он узнаёт, что неподалёку живут люди, богатые, с такой же фамилией. Где же ему знать, что это не родственники им, а однофамильцы, и даже не однофамильцы. Фамилия-то у них, на самом деле, совсем другая. Просто это купцы, которые помимо денег захотели ещё их знатного имени хорошего и купили вот такую фамилию. Не зная всего этого, не зная того, что он обрекает свою дочь на несчастную судьбу, он посылает старшеньку Тесс, как посла от одной семьи к другой, с родственным каким-то, что вы, эй, родственники. Так как послушная дочь приходит, и это становится началом её очень и очень трагичной судьбы. История печальная, нравоучительная. И помимо того, что безусловно очень и очень грустная, более того скажу, она угрюмая. А, теперь помните, я говорила, что пригодится информация, что я её читала в 16 лет, первый раз. Я когда читала, уже после прочтения книги отзыва на лайфлипы, иногда я этим балуюсь, увидела мнение человеку, у которого как раз дочка, что или нет, дочки, ну, в общем, человек сказал, что книга может пробудить неверие, недоверие к мужчинам, и поэтому человек не стал обудовывать своей дочери, читать данное произведение с тем, чтобы она не разочаровалась, заранее не укреплялась в каком-то негативном мнении к мужчинам. Как человек, который впервые прочитал эту вещь именно в 13-14 лет, я скажу, что на меня книга негативно не подействовала в этом плане. Я к мужчинам своим относилась с чертовской наивностью, подвоха от них не ждала, и это была моя ошибка. И, то есть, я на себя не перенесла сюжет, я прочитала, где-то погрустила, где-то тоже погрустила, потому что здесь негде веселиться совсем. И где-то призадумывалась, где-то размышляла, где-то философствовала, где-то просто наслаждалась какой-то поэтичностью, потому что хоть это и проза, в этом произведении есть такая какая-то поэтичность. Но у меня не было такого, что «Ах, какие гадкие мужчины! Им нет веры! Самодовольные, нехорошие люди!» Вот что-то я заболталась, куда-то меня уже не туда понесло. Я хочу процитировать собственные слова в своем отзыве на книгу «Последние буквально строгие», потому что устно я эту книгу никогда не смогу сказать, только написать. «Несмотря на талантливо написанную книгу, прекрасный слог, философские мысли и некоторая поэтичность произведения, мне очень уже не хватало хотя бы одного светлого лучика в этом царстве, кромешной тьмы, где все надежды четны, а ожидания обманчивы». На этом все. Я хочу пожелать вам, чтобы в 90 лет, оглянувшись на свою жизнь, Жизнь, вы подумали, что это было круто, и это только начало. Всего хорошего и до скорых книг!